За полгода и две недели до выборов в Госдуму объявлено о переменах в составе Центральной избирательной комиссии. Ее формирование сегодня завершил Владимир Путин, назначив туда пятерых представителей по президентской квоте. Двое сохранили посты в ЦИКе, но не действующий председатель Владимир Чуров. Павел Пчелкин с подробностями. Собственном назначении нового состава Центральной избирательной комиссии нет ничего экстраординарного. Полномочия нынешнего состава комиссии, состоящей из 15 человек, истекают уже в конце марта. По конституции Госдума, Совет Федерации и президент обязаны представить свои кандидатуры членов ЦИК до этого срока. Верхняя и нижняя палаты парламента свои списки представили ранее. Таким образом, глава государства своим указом завершает формирование нового ЦИКа. В президентский список вошли представитель президента по правам человека Элла Панфилова, депутат Госдумы от коммунистов Василий Лихачев, замглавы антимонопольного ведомства Александр Кенев, близкий к партии Яблоко. В этом списке и два человека из нынешней команды Центра избиркома. Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, член партии Патриоты России. Таким образом, стало ясно, что нынешний председатель ЦИКа Владимир Чуров покидает комиссию. Его нет ни в одном списке. Вот как прокомментировали это в Кремле. Это был выбор главы государства. Есть и ротационные моменты. Это совершенно нормальный, естественный ротационный процесс. Вы видите, что спектр назначенцев президентских в ЦИК достаточно широкий. Я имею в виду политический спектр. Там представители, скажем так, непарламентских партий, парламентских фракций, с самым широким разбросом политических взглядов. Очень богатым опытом в различных областях. Уход Владимира Чурова, по мнению многих экспертов, сделавшего очень много для становления Центральной избирательной комиссии, безусловно, событие знаковое. Он возглавлял ЦИК с 2007 года. Серьезно модернизировал государственную автоматизированную систему выборов. За время своей работы, естественно, не раз попадал под огонь критики со стороны думских партий и непарламентской оппозиции, часто недовольных итогами выборов. Запрос общественный на обновление руководства Центральной избирательной комиссии, он был достаточно существенным. Десятилетний срок вполне достаточен, наверное, для того, чтобы состав ЦИК должен меняться, обновляться. Опять же, накануне нового цикла федеральных выборов, новый руководитель ЦИК, это выглядит вполне логично. Президентский список эксперты оценили очень высоко. Наблюдатели особо отмечают то, что в ЦИК войдут как представители оппозиции, так и люди, что называется, равноудаленные от политических партий. Кроме того, наблюдатели считают важным, что в новом составе будут представители партии «Патриоты России» и «Яблоко», которые сейчас не представлены в парламенте фракциями, но имеют серьезные позиции в регионах. Новый состав можно характеризовать как более прозрачный, более открытый. Это лишний раз в связи с тем, что Федеральный Центр взял курс на максимальную легитимность выборов и максимальное влечение различных политических групп и сил в избирательный процесс. Состав комиссии заметно обновился, но баланс новичков и людей с опытом работы в ЦИКе удалось соблюсти. Шесть из пятнадцати членов нынешнего состава комиссии продолжат работу в новом. Да, состав ЦИК обновлен, но тем не менее в нем продолжат работать люди, которые компетентны, которые смогут передать свои опыты и знания новым членам и которые во многом обеспечат устойчивую работу Центральной избирательной комиссии, такую преемственность. В списке эксперты выделяют Эллу Панфилову, не только опытного управленца, но и представителя гражданского общества с безупречной репутацией. Многие сожалеют, что ей придется покинуть пост представителя президента по правам человека. Выделяют и Бориса Ибзеева, бывшего судью Конституционного суда и имеющего огромный опыт работы в ЦИКе, а также в регионе. Он три года возглавлял Карачаево-Черкесию. Эксперты отмечают, что персоналии в новом ЦИКе отражают изменения в российской избирательной системе последних лет, например, включившие в себя губернаторские выборы и голосования по одномандатным округам. Павел Пчелкин, Светлана Трофимова, Сергей Зенин, Дмитрий Зайцев, Первый канал.